Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Ох, мы вас сейчас разбудим, да вы сами проснетесь, когда посмотрите на наш экран, потому что столько красоты, столько грации, столько вообще очарования. Я сейчас говорю не о Владе Кутузове, хотя, конечно, он сегодня прекрасен, но он загорел и вышел в зону. Не, не, Валерий, во-первых, ты забрала мой текст, понимаешь? Об этом я вообще... А, я специально так делаю. Студия ослеплена сегодня, как красотой. Вот это все, что ты сказал, я должен был говорить. Ну, ну говори что-нибудь. Уже все. Друзья, у нас в гостях сегодня миссис Россия 2018, правильно? Да, правильно. Анна Телегина. Аплодисменты, Анна. Спасибо. Кто нас слушает, срочно включайте, настраивайте свои экраны, делайте их ярче. Куда смотреть, куда махать. Везде можно смотреть, вас видно везде практически. Да, на нас смотреть можно, вот камера тоже. Всем привет, друзья. Анна, доброе утро, спасибо, что пришли, мы вас ждали, и теперь понимаем, что ждали. Доброе утро. Слушайте, ну, Аня, просто вот, я так понимаю, что это корона, та самая корона, которую вам вручали на сцене. Да, все правильно. Вы можете ее немножечко примерить, чтобы те люди, которые по ту сторону экрана, еще раз сказали, вау. Из чего она сделана? Это корона настоящая хохлома, хохломская роспись, также на ней золото хохломское. Я, конечно, не знаю, как оно изготавливается, но оно очень красивое. Оно вообще просто ослепительное. И кристалл Сваровский, и кристалл Сваровский. Ну, потрясающая красота, на самом деле. Аня, скажите, это то, что с вами будет навсегда? Нет, это переходящее. Или это переходящее, да? На самом деле, у меня сразу на сцене забрали эту корону, и сейчас мне только что ее выдали перед эфиром, потом меня опять заберут. Ну, вы носите пока ее, прям вот носите, пока дают. Пока есть возможность, да, я ее держу, а так дома у меня есть моя корона. А ваша корона, она какая? Она тоже очень красивая, но не хохлома. Нет, ну я просто имею в виду, а она откуда вам досталась? Вам ее муж подарил? Говорит, а Аня, ну раз ту забрали, на те, вот вам вот это. Сразу же на сцене эту корону у меня забрали хохломскую и вручили мою. А, потом уже останется со мной. Ну, просто сразу видно, да, что мы в конкурсе красоты ни разу не участвовали, поэтому не сильно разбираемся. Ну, вы, Валерий, могли бы участвовать, я-то, конечно, понятно, причинам нет. Ну, что вы, Владислав, вы красивее. А, Аня, я хотел вот конкурсов все-таки, мы о нем поговорим еще попозже, но вот вначале для затравочки, да, вообще, как пришла идея вам там поучаствовать? Это было ваше решение, ваше желание изначально или, ну, муж, друзья, знакомые, родственники как-то подтолкнули, сказали, Ань, ну, слушай, нам кажется, что ты, конечно, обязана просто там поучаствовать, потому что, потому что обязана. Да, это было прошлым летом, мы вернулись с отдыха и думаем с мужем, куда пойти на выходные, что делать? Открываем афишу и смотрим «Миссис Россия-2017» конкурс, и там как раз были столы, где можно было поужинать. И муж говорит, слушай, очень здорово, давай пойдем поедим там и посмотрим, заодно совместим. И мы так и оказались на конкурсе, начали смотреть на девушек, в прошлом году как раз участвовала Полина Деброва, и мне муж так и сказал, говорит, ой, какие же молодцы мамочки, не сидят дома. Я так сразу, так-то, так-то, что за намеки. Все понятно, это либо... То есть, абсолютно случайно получается, да? Совершенно случайно. Спонтанно. Аня, давайте остановимся сейчас, у нас небольшой перерыв, да? Да, сейчас могу. Да, 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 да. Ну что, прервемся на песню, а потом вернемся? Да, песню, потом вернемся и продолжим наш замечательный разговор. Это телерадиоканал Страна ФМ, друзья, всем доброго утра еще раз. И вам сейчас будет хорошо, прям вот прям с первых нот ее голоса, потому что у нас в гостях Анна Телегина, миссис России 2018 года. Само очарование, само красота, и я говорю все эти слова Закутузова, потому что он до речи, естественно, потерял. Я, да, проглотил язык, да, называется? Проглотил язык, да. Ну и мы остановились на самом интересном месте, значит, муж такое допустил, ну, какое-то странное высказывание из разряда, он какие мамочки, молодцы, дома не сидят. Да, 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 это за дело. Слушай, мы напомним, что вы с мужем пришли на конкурс прошлогодний, 17-го года, да? Да, 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 год назад. И он сказал, вот как все это... Год назад мы пришли, мы ужинаем, и он говорит, ну, молодцы, какие мамочки, не сидят дома, занимаются делом. И я так сразу, так, ну, все понятно, куда мне надо идти. И сразу же я написала заявку после конкурса, я написала, и в сентябре был отборочный тур. А то есть это так просто, просто пишешь заявку и приходишь? Да, на сайте Планета Женщин пишешь, почему ты все про себя, фотографии прилагаешь, и абсолютно любая мама может принять участие. Параметры вообще не важны. Хорошо, значит, заявка. Ну, заявка, вот вы там написали по интернету, это не страшно, а когда все-таки очный кастинг, это же волнительно. Да, это было в сентябре, да. Это нужно было в купальнике дефилировать? Нет, нет, просто приходишь красиво, нарядно, и с тобой разговаривают, спрашивают, почему ты хочешь пойти на конкурс, что ты можешь полезного сделать для России, для людей в целом. И вот рассказываешь. Как ты там ориентирована на семейные ценности, потому что это все-таки семейный конкурс, насколько я понимаю. Нужно иметь детей, обязательно условия. Ага. Потому что это миссис, собственно, да? Логично, да. Аня, а мне интересно, а вот изначально была у вас уверенность, что, ну, конечно, конечно, я? Ну, в душе, конечно, я считаю... Конечно, я миссис. Или были какие-то сомнения в процессе? На самом деле, когда я еще год назад смотрела на сцене девушек, мам, я представляла себя и старалась сравнить, смогу ли я конкурировать с ними. Вы знаете, я себе дала большие шансы, потому что хоть все мамы молодцы, но я-то тоже молодец. А муж в какой момент узнал? Это было для него сюрпризом или прям... Это был сюрприз. Я ему сообщила уже, когда меня взяли. Потому что если бы я сказала заранее, меня бы не взяли, это было бы немножко стыдно перед ним. Ну, ну да. Поэтому я в сентябре, когда уже меня утвердили, потому что именно от Тверской области было несколько заявок, и выбрали именно меня. И уже я с гордостью сказала мужу, что я буду участвовать. А мы хотели напомнить, что она представляла на конкурсе «Город Тверь», потому что она родом из Тверской области. Да, все правильно. Так, и еще такой момент. Значит, когда уже прошел кастинг, там же только самое интересное начиналось, там же бесконечные репетиции, примерка платьев, стресс, потому что интеллектуальный вопрос, у них есть такое свойство. Пока ты дома на них отвечаешь, ты самая умная на свете. Как только на сцене что-то приключается. Да, все правильно. Какие были приключения вообще? С чем пришлось столкнуться? Где, в какой момент пришлось через тебя немножечко переступать? Слушайте, вот у нас опять небольшой перерыв. Да ладно, только разговаривались. Я просто хотел твой вопрос дополнить, у меня был похожий тоже, что было самое сложное для вас в процессе. Ну, понятно, что все знали, да, что там будет, примеры программы, что нужно будет делать, но все-таки были какие-то такие сюрпризы, не скажу неприятные, но такие неожиданные. То есть, о, я как не ожидал, что здесь вот такое. Или, может быть, конкуренция такая непорядочная. Конкуренция в любом случае бешеная, мне кажется. Непорядочная, значит, как бывает. У нас все порядочно было. Все порядочно. Ну, давайте прервемся и продолжим очень скоро этот телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, скоро вернемся к вам. Я вот не знаю, как насчет «не ночуешь дома», но целую неделю Анна уже ходит по журналистам, дает интервью и рассказывает, как все это было. И, тем не менее, мы снова задаем ей эти самые вопросы. Да, ну, мы напомним, Анна Телегина, миссис России 2018, потрясающе красивая девушка у нас сегодня в гостях. Еще раз доброе утро, спасибо, что пришли. Мы уже про конкурс начали говорить. Ключевые моменты, с чем пришлось столкнуться, в какие моменты хотелось вообще убежать в лес, и сказать, я отказываюсь участвовать в этом конкурсе, или все ровненько прям пришла и победила? Для меня самое сложное, это было постоянно ходить на каблуках. Мы с самого утра до позднего вечера были на каблуках. Многие девочки снимали каблуки, одевали тапки, надевали. Но я для себя решила, что если я иду на первое место, то я должна быть от и до всегда лучше всех. И я, у меня 182 рост, и я каблуки не ношу. И, конечно, у меня ноги очень сильно гудели, и для меня было сложно, пожалуй, каблуки. И второе, это всегда держать спину прямо. Я всегда думала о том, что у меня со спиной, и улыбаюсь я или нет. Вот это было самое сложное, себя контролировать. Но там же еще были какие-то подводные кабни. Например, раз-раз-раз уже готовитесь, готовитесь, дефилируйте, говорят, вам будет вокальный конкурс. И все девчонки такие, что? Нет, на самом деле мы знали заранее. Нам рассказали, что у нас будет каждый день, какое состязание нас ждет. Испытание. Испытание, да. И мы знали, что у нас ждет вокальный конкурс, поэтому все готовили заранее. Но вот вы прям поющие, прям легко удалось? Я вообще не пою, и всегда стеснялась петь, и в школе тоже. Никогда в жизни не держала микрофон, чтобы петь. Даже в караоке-баре не пою. Но я поняла, что если я все-таки нацелена на первое место, я не могу сойти с дистанции, и я не могу не спеть. Поэтому я решила брать харизмой. Я выбрала песню Аллегровой «Младший лейтенант». И я вышла на сцену, и я спела, я все-таки справилась. Ну, там жюри танцевала. Ну, это что-то, результат называется, не справилась, а порвала зал. Да, я порвала зал. И даже более того, скажу секрет, что там, где я знала, что я не вытяну, я в этот момент говорила, а теперь все вместе, я вас не слышу, ребята, поддерживай меня. Это такой правильный артистический профессиональный прием, на самом деле. Или где-то начинала хлопать, и все, и зал тут же уже не слышал, если я что-то не вытягиваю. А был какой-то момент, в который вот прям взяла и растерялась на сцене? Да нет, такого момента не было. Ну, вот молодец. Там все было очень дружно у нас, поэтому мы все знали заранее, что будет. Вот, прирожденная королева красоты. Вот пришла и говорит, не было таких моментов, чтобы я вот прям почувствовала себя как-то неуютно. Потому что мы репетировали дефиле, мы знали, куда мы идем, мы знали, кто по очереди, у кого какой номер. Поэтому все было очень легко. Значит, легко. Вот, например, я, если репетировать дефиле, я могу выйти, перепутать шаги, пойти не влево, а вправо. И могу вообще запутаться и выйти в коридор. Ну, Валерий, ты можешь пойти в 2019 году, попробовать. Конечно. Там обязательные условия нужно детей иметь. У тебя все впереди. Ну и надо... А сколько? Одного можно? Можно одного, конечно. Тогда могу успеть, да. Тогда могу успеть. Ну, через год точно успеешь. Мы вновь прервемся, друзья, ненадолго. У нас еще одна песня впереди. И продолжим наш эфир от телерадиоканал «Страна Афр». «Утро страны» на телерадиоканале «Страна Афр». Миссис Россия 2018 года. Анна Телегина у нас в гостях. Аня, ну и самое главное условие, да, потому что там семейные ценности. Правильно, ты меня поправила вне эфира. Что? Я уже на «ты» перешла, ничего. А можно на «ты» перешла? Наоборот, мне так легче, да. Можно, да, конечно. Ну, мы же родные уже, да, роднились уже. Слушай, ну вот ты сказал, что это нельзя рассматривать только как конкурс красоты, потому что это семейный конкурс. Да, все правильно. И обязательно у мамы должно быть двое детей. Хотя бы один ребенок. Хотя бы один, да? А максимуму нет, хоть десять. Нет предела. Слушай, была мама, у нее восемь детей. Восемь детей? Да, и причем четверо приемных из них, и она выиграла номинацию «Мама года». Какая она умничка. Слушай, ну и ты же умничка, у тебя же двое детей, и один из них совершенно маленький, малютка. Как ты успела фигуру привезти к конкурсу вообще так быстро? Потому что я активно вместе с ними, за ними бегаю везде, и не ем сахар, не ем соль и булки. Подожди. Исключила из рациона. Но спортом ты занимаешься? Как вы это делаете? Я никак, я ем булки, да. Я и не иду никуда. Ты спортом занимаешься? Нет, у меня нет времени. У тебя генетика. Да, генетика все-таки, спасибо родителям. Слушай, ну вот если бы мы с тобой рядом не сидели сейчас, и вот тебе не верим, а мы тебе верим, конечно же, мы бы тебе никогда не поверили. Мы все не поверили. Потому что быть в такой форме, говорить, что не занимаюсь спортом, ну любой человек скажет, ну ладно, ну не может такого быть. Правда, не занимаюсь. Есть очень важный секрет, это пить воду. Я об этом поняла совсем недавно. Я прочитала диету Анжелина Джоли, перевела ее на русский язык, и она говорит, что секрет в воде. Как только открываются глаза утром, выпиваешь стакан или два воды, идешь умываться уже, и потом только завтракать через какое-то время. И это метаболизм очень хорошо работает, и все время перед едой выпивать стакан воды. И удивительно, ну вы просто удивитесь, я ровно год назад, когда я была вторым ребенком беременна, Владом, я поправилась на 22 килограмма. И я была очень крупной. Ну 22 килограмма это серьезный. 22 к моим, то есть я весила, ого-го, много очень. И я похудела именно вот так. Я пила воду и исключила, конечно, булки все, все дрожжи. Слушай, а тут как-то так вот мельком, вроде бы невзначе, прозвучало, что ты очень образованная девушка. То есть ты читаешь, переводишь с английского языка? Ну то, что мне нравится, да, если оригинал, я перевожу его. Ну знаешь ты английский язык? Знаю английский, да. А еще какой-нибудь знаешь? Все, только английский. Ну это уже больше, чем я, на один язык. Ну продолжай, уже тему по образованию, ты социолог. Социолог, да. Я закончила магистратуру, я магистр социологических наук, то есть я могу преподавать в университете. Ух ты. А вот скажи, ну у нас опять остается 30 секунд, наверное, наверное, да, ну так устроено все у нас сегодня. Вопрос прозвучит, а ответ на нее уже позже, после песни. Вот с тем, что произошло, в хорошем смысле этого слова, естественно, да, с тем, что ты стал миссис России 2018, у тебя как-то поменялись приоритеты в сфере профессиональной деятельности или нет? То есть не захотелось тебе там, ну куда-то вот в шоу-бизнес уйти, там в масс-медиа куда-то? Смотрите, да. Да, я не знаю даже. Ну за 19 секунд, мне кажется, такую мысль не изложить. И еще знаешь, что подумай, вот раз у тебя вот харизма так хватит, может ты певицей станешь? Может сейчас... Нет, точно не певицей, я уже не смогу больше лейтенанта везде петь, а песню подобрать такой очень сложный будет. В общем, вопросов мы накидали, подумаем над ними, и через три минуточки, друзья, мы к вам обязательно вернемся. Кстати, про воду, песня-то. У нас тут был свой такой мастер-класс, как провести себя в форму, пей вода тут тоже содержалась в этом мастер-классе. Ну и давайте, давайте все-таки к теме материнства. Я уже несколько выходов пытаюсь туда подрулить. А, Лера, сейчас, секундочку, мы уже вопросов накидаем. Вопросы, да, простите, все. Хотела бы я уйти в шоу-бизнес? Нет, я бы не хотела. То, чем я занималась эко-волонтерством, это сортировка мусора, грубо говоря. То есть сортирую стекло, бумагу, пластик, естественно, батарейки, лампочки, это тоже все сдается отдельно. Или же, например, вот есть движение «Экодвор». Раз в месяц в городах России можно принести в определенный пункт приема испорченный радиоприемник или старую обувь, которая не нужна. Приносишь, и они потом, эти ребята, отвозят грузовиками на переработку. И вот этим я занимаюсь. Ну, ты вот в каком масштабе занимаешься? То есть в масштабе двора? Пока в масштабе моего района. Но мне бы хотелось, конечно, дальше эко-просвещением заниматься. Конечно, я занимаюсь у себя на страничке в Инстаграме, но не так активно, как хотелось бы. Нет, ну мне кажется, сейчас все двери перед тобой открыты, и возможности совершенно другие. Ты можешь с лекциями по стране ездить. Да, я бы очень хотела, конечно, приучить людей, чтобы мы не мусорили, а чтобы сразу же сортировали, чтобы баки были. Я просто, тема экологии, мы с Кутузом, ну, с ним не поговоришь особо на тему экологии, поэтому давай с тобой. Значит, я была поражена, что в Австралии отменили эти пластиковые пакеты. И у нас тоже говорят, у нас говорят, что менталитет русского народа таков, что ему навязать ничего нельзя. Можно только предложить на выбор пластиковый пакет и бумажный. Тогда, типа того, сознательные люди будут постепенно переучаться. Но, тем не менее, у нас же сейчас поговаривают, Владислав, держись, чуть-чуть остался, что, по крайней мере, в Москве будут вводить вот эту сортировку мусора. Да, она уже есть. Ну, нет, прям в каждом дворе, в каждом доме. То есть, но, единственное, что, по-моему, там станет дороже это все, и все это будет включено в квартплату. Но это полдела, мне кажется, все равно какое-то время должно пройти, мне кажется, лет 10, чтобы сознание людей перестроилось. Конечно, конечно, это и называется... Потому что мы всю жизнь привыкли делать вот так, все в одну кучу, да, теперь все по-разному. Все правильно, не нужно давить, это и называется экопосвящение. Чтобы мы начали с наших детей. Не нужно трогать уже взрослое поколение, пусть как живет, как хочет, так и живет. А вот детей с садика нужно уже приучать со школьных лет, что нужно заботиться об экологии, лучше сортировать, не использовать пакеты, лучше бумажные. Конечно, это все воспитывается. Слушайте, я в сторону хотел отойти, я просто поймал себя на мысли сейчас, что я никогда в жизни не мог представить себе, что самой красивой девушкой России я буду говорить о том, куда выкинуть мусор. Ну, вот так, в твоем возрасте только так. Ничего страшного, он не обижается. Слушай, ну вот мы постепенно опять-таки подходим к детям, ну извините, я все к детям. А как вот своим детям маленьким, как ты объясняешь, что нельзя бросать мему урны, ты прямо им объясняешь, что планета, она живая. Вот это я, конечно, тоже объясняю, но на самом деле все на своем примере. Когда я иду, и мне сын, Жорж старший, говорит, мам, там опять фантик, не поднимай его, он мне. Я говорю, ну вот я подниму, я поднимаю, то есть он специально начинает меня провоцировать, и потом опять фантик уже берет, сам поднимает. То есть вот так мы очищаем дворы. Ты не только за собой убираешь, ты прямо показываешь, что можно брать за другими. Конечно, если я вижу мусор, я его обязательно убираю. Какая ты молодец. Да. Вот в этом я должна у тебя поучиться. Прям вот все бы хорошо сейчас было, если бы небольшой перерыв, который вновь у нас наступает. Ну ничего, прервемся и вернемся. Две-три минуточки, друзья, и мы обязательно продолжим. Это телерадиоканал Страна ФМ. Доброе утро. Слушайте, ну тут такое дело, говорят, у нас уже один последний выход остался, а поговорить-то хочется обо всем. Я хочу про детей поговорить, про детей. Как вот сейчас ты совмещаешь работу? Ты образованная женщина, ты социолог, ты теперь королева красоты. Ну даже если это не конкурс красоты, ты миссис России 2018. Детям-то что остается? Сколько ты вкладываешь в них? Детям очень. Я всегда с ними. И вот сегодня у меня понедельник очень загруженный, у меня еще будет два эфира. А вторник, среда, я полностью с детьми. И никуда не еду, я дома. И выходные все с детьми. На самом деле я очень много времени провожу с ними. Поэтому все в порядке. Слушай, а вот младший, он совсем маленький, а старший у тебя, оказывается, очень талантливый ребенок. У него уже прорезались таланты повара. Повар, да, действительно. Он у нас умелый кулинар России среди детей. Он готовит все. Подожди, умелый кулинар России, это официальное звание? Это что такое? Да, канал «Карусель» устраивал конкурс. И мне сын говорит, мам, смотри, там нужно свою работу, давай пошлем мою работу. И он говорит, вот я сейчас сделаю пирожное на палочке. Это вот пятилетний ребенок тебе сам уже об этом... Да, да, да. Он смотрит канал «Карусель». И все, и за него проголосовали. Там было открытое голосование, и люди смотрели, читали про него и отдавали свои голоса. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты можешь отказаться от булок, если у тебя ребенок печет пирожное на палочке? Ну вот так вот, он у меня готовит все. И рассольник, и котлеты, делает абсолютно все. Я хочу детей, чтобы они готовили, ты понимаешь, это же прекрасно. И что тебе не сможет помешать, Валерий? Нет, 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 но это же так здорово, да, то есть получается, у тебя есть время для себя, у тебя есть время, чтобы экологией заниматься. Ты приходишь, ребенок уже там все порубил. Ну вот не совсем так, потому что я не отхожу от него ни на шаг. Когда он готовит, это я всегда рядом с ним, всегда у нас техника безопасности, поэтому он готовит всегда со мной. А младший какие уже подает таланты? Маленький, пока у всех все отнимает, очень умело. Тоже талант. Слушай, они как-то отреагировали на то, что ты стала миссис Россия? Ну, маленький-то понятно, полтора года еще. Маленький, конечно, нет, да. А старший, он сказал, мама, а корону отдавай теперь мне. Я говорю, зачем тебе? А я, говорит, красивую поделку сделаю из камней. То есть он уже захотел ее разобрать. Но ее разбирать нельзя. Слушайте, давайте еще раз по короне быстренько пробежимся. Значит, там ручная работа. Ручная работа, два месяца ее делали. Да, это хохлома, хохломская роспись, хохломское золото. Как она мерцает. То есть там прям золото, да? Да. Слушай, а есть у нее какая-то вот цифра в денежном эквиваленте, если можно об этом говорить? Я вот даже не знаю, но я думаю, что она очень дорого стоит, потому что это все-таки ручной труд, и люди старались, вложили даже душу сюда. Как я называю, что хохлома — это символ Руси, возрождения Руси. И здесь, мне кажется, она даже бесценна, потому что она олицетворяет некую энергию России, что ли. Не знаю, как это правильно сказать. Мне кажется, здесь должен пригодиться как раз бронированный чемодан, о котором Аня нам рассказывала. Слушай, ну на самом деле все так символично, да? Потому что возрождение России — это как раз такие мамочки, как ты, умные, образованные, красивые, которые уделяют внимание своим детям, которые отдают вот всю себя, своей семье. И, ты знаешь, ну прям приятно, приятно, что ты есть, и приятно, что вообще... Даня, у нас 20 секунд, мы еще раз хотим тебя поздравить с этим званием. Миссис Россия 2018. Анна Телегина была у нас в гостях сегодня. Аня, большое спасибо еще раз. Приходи к нам, пожалуйста. Конечно, обязательно. Спасибо вам. И в том числе со своими эко-проектами. Да. Друзья, ну и мы с Владимиром Кутузовым, знаете, на сегодня с вами прощаемся. И с Валерей Майоровой. Да, завтра в 7 утра будем здесь как штык, чтобы разбудить вас и зарядить позитивом. Всем пока и счастливо до завтра. Счастливо. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ.